День знаний отметили и в Академии спорта и туризма. Конечно, не обошлось без чествования олимпийских призёров, выпускников вуза Нижата Рахимова и Дороги Шакимовой. В этих стенах учился и победитель игр в Рио Данияр Елюсинов. Всего Академия может гордиться десятками олимпийских чемпионов. Приветствовали также абитуриентов. Однако праздничное настроение было не у всех. Многие выпускники спортивных колледжей в этом году остались без государственных грантов. В 2012 году в связи с подготовкой к универсиаде Министерство образования распорядилось о выделении до тысячи грантов на специальности физической культуры и спорта. Но по факту такого объёма бесплатного образования никогда не было, утверждают педагоги и опасаются, что в студенческих играх будет просто некому участвовать. Оставшиеся 480 грантов рассчитаны для выпускников школ. Поэтому опасения педагогов вполне оправданы. Среди абитуриентов колледжей – мастера спорта, победители престижных игр, обладатели кубков. Всего поступило 250 заявок на бесплатное обучение. Гранты получили лишь 20 претендентов. Среди выпускников колледжей – победители предыдущих игр универсиады, чемпионы Казахстана по биатлону, шорт-треку. Это те ребята, которые могли бы принести реальную победу. Но теперь они остались без поддержки. Игорь Хаминский, чемпион по лыжным гонкам, приехал из Ридера. Говорит, что его спортивная карьера теперь под вопросом. Учиться платно нет возможности. Хотя все экзамены, которые позволяют получить грант, он сдал. Или заниматься дальше спортом, так как хотим все завоевать медали для Казахстана на универсиаде. Или уже дальше продвигать свою карьеру уже в личном деле, работать или уже заниматься чем-то другим. У нас хотелось бы заниматься, конечно же, лыжными гонками. Ежедневно у академии собираются десятки людей. Руководство вуза, которая каждый год выделяет свои гранты на 56 миллионов тенге, говорят, помочь ребятам и осилить сумму в несколько раз большую не могут. Тем временем Министерство образования направило письмо в академию, где говорится, чтобы учебное заведение обеспечило за свой счет грант для 30 человек.